Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие, возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Мы в течение девяти месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его. То есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наша конференция, наши семинары — это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже в самой прекрасной, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность — это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой, многих великих отцов веры. Как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним — это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. Слава Господу! Аллилуйя! Он чудесный! Он чудесный! Присаживайтесь! Чем мы ближе к Богу становимся, тем более понимаем, насколько Бог чудесен. Насколько чудесен. И те многие вещи, которые нам казались такими важными и значительными, присутствие Бога вдруг теряет вот эту свою грозность и важность. Те вещи, что пугали, присутствие Божие сразу же становится малозначительными. Знаете, как говорил Иоанн Креститель, в присутствии Господа всякая гора понижается, всякий дол наполняется, всякие кривые пути делаются ровными. Бог изменяет очень сильно нашу жизнь. И Бог очень сильно изменяет тебя, если ты следуешь за Ним. Я понимаю, есть люди, которые, знаете, могут и 50 лет быть в христианстве, и не меняться. Но это люди религиозные. Но по-настоящему верующие люди, они, следуя за Богом, ну, как вот в Писании сказано, возрастают. И силы в силу, и славу в славу. Ты не должен быть через 20 лет таким же, каким ты был раньше. Ты должен стать другим. А еще через 5 лет ты должен стать еще более другим. Это непрерывный процесс возрастания. И даже вот те вещи и те темы, которые мы с вами изучали в Библии, по мере нашего духовного роста, приобретают более глубокое значение. Мы смотрим на многие вещи с другой стороны. И вот то, о чем я сегодня хочу говорить. Мы в это верили всегда. Мы это признавали всегда. Но я думаю, что по мере нашего возрастления духовного приходит еще более глубокое осознание того, что написано в Священном Писании. И давайте мы откроем Матфея 4 главу. Матфея 4 главу. И здесь прочитаем с вами прочитаем с 23 стиха. Итак, Матфея 4, 23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Дестиграде, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». И вот мы видим, когда Иисус начал проповедовать Евангелие, его проповедь Евангелия всегда сопровождалась молитвой за больных людей. И везде, где он не ходил, он всегда это делал, всегда молился за тех людей, которые больны, и они исцелялись. И это было массово, это было повсюду, и поэтому о нем слух прошел, как оцелители, так что люди с разных стран, с разных окраин приходили к нему для того, чтобы получить это исцеление. И вы знаете, в Писании много исцелений описано, но вот то, что делал Иисус, до этого не было никогда. Аминь? Нет, вы скажете, ну были же исцеления в Ветхом Завете. Конечно, были. Сколько было исцелений в Ветхом Завете? Кто хорошо знает Библию? Ну, кто знает? Неймана вспомнили? Отлично. Младенца. Изекий исцелился. Кто? Иов? Да, Иов исцелился, Бог его исцелил от проказа. Ну, я так скажу. Единицы. Вы почти все назвали, такие чудесные исцеления. Там мальчика еще исцелял, или я, там Елисей исцелял, помимо Неймана. Это единичные вещи. А воскресения были мертвы. Но когда пришел Иисус, впервые за всю историю библейскую начались массовые исцеления от всяких болезней. И это было знамением того, кем Иисус является. Помните, когда Иоанн Креститель уже сидел в темнице, он засомневался, там что-то послал своих учеников, спросить, а ты ли тот, которого нам ждать? Ну, как бы так, да усмысленно намекая, ты мессия или нет уже, скажи нам, наконец. Иисус отвечает этим ученикам. Посмотрите, что происходит. И о чем Он говорит? Хромые ходят, слепые видят. Глухие слышат, слепые видят, прокаженные очищаются. Посмотрите, что происходит. И блажен, кто не усомнится о Мне. И вот эти вот вещи, которые происходили, вот это исцеление свидетельствовало о том, что Иисус является Мессией. И были пророчества в Ветхом Завете, что когда придет Христос, тогда эти вещи будут происходить. И глядя вот на служение Иисуса на протяжении всех этих трех лет, пока Он служил, мы можем смело с вами утверждать, что исцеление было неотъемлемой частью служения Иисуса. Можно Аминь услышать на это? Неотъемлемой. И одной из важнейших частей, и, конечно же, люди, которые верят в Иисуса, но, может быть, сомневаются, действует ли исцеляющая сила сегодня, они говорят, ну это же понятно, Иисус Мессия, Сын Божий. Конечно, Он пришел и явил Божью славу на этой земле. Это понятно. И вот когда мы видим Иисуса как особенного, а Он и есть особенный, как Сына Божьего, Он и есть Сын Божий, тогда мы понимаем, конечно же, Он может исцелять. Вот Бог на небе был, немножко исцелял через пророков, потому что это же просто люди. И там они все равно помазанники, они пророки, Он там через них чуть-чуть действовал. Но когда пришел Сын Божий, тогда уж Он по полной программе начал действовать. Но что потом произошло? Иисус умер, воскрес, вознесся, нет Его здесь с нами сейчас на земле. Но Иисус дал свою власть апостолам, нам говорит Священное Писание. Давайте в Марка прочитаем, Евангелие от Марка, 6 глава, 7 стих. И призвав двенадцать, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И 12 стих дальше. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. И тут тоже можно понять, Иисус выбрал из всех людей, из всех, 12 человек. Это особенные люди. Почему? Потому что это апостолы Иисуса Христа. Те люди, которые были призваны утвердить Церковь Божию на земле. И, конечно же, этим людям было дано особое дарование проповедовать, молиться, исцелять, изгонять и так далее. 12 человек. Я вам скажу, есть очень много верующих на этой земле, во многих церквях, которые верят, что на этом действие силы Божьей на земле и ограничилось. Вот апостолы ходили, исцеляли, бесов изгоняли. Вы знаете, потом, когда Иисус воскрес, у них вообще сильно все пошло, потому что, когда Петр ходил и тень Петра падала на больных, он идет, они не знают, Петр сейчас пойдет, и больных вот так вот редком выкладывают люди. Потому что Иисуса нет, исцеления надо, они редком выкладывают, и Петр идет, и они там все исцеляются. Красота. То есть апостолы, они служили практически в той же силе, как Иисус Христос. И, конечно, мы с вами можем признать, что исцеление было важной частью служения апостолов. Так или нет? Но апостол Павел потом присоединился и тоже начал то же самое делать. Тоже исцелял людей. И даже мальчик, который упал из окна, он там помолился за него, и тот воскрес. В общем, апостолы действовали в полной силе. Вы знаете, сегодня, я вам скажу, существует среди верующих, и многие из наших уже слышали это мнение, что все вот эти чудеса, все вот эти чудотворения, всякие исцеления, все это закончилось со временем апостолов. Им-то нужна была эта сила для того, чтобы утвердить Божью Церковь, чтобы все увидели, как Бог велик. А Божья Церковь утвердилась. Библия написана, все Евангелия написаны, послания написаны. Не надо этого больше. Вот, говорят они, верьте в Священное Писание. И все. Ничего этого больше не проявляется. Чудесайте, все чудотворения, все закончились. Конечно, тут можно возразить, зачем тогда там апостол Павел написал столько букв про различные дары духовные и так далее, про проявления духовные. Вопрос так вот сразу возникает. Зачем? Если нам это не надо все. Я вам скажу, что те люди, которые не верят, они это особо и не читают. А зачем? Раз это не действует, но я вам скажу, что вот этому мнению в Библии нет никакого подтверждения. Нигде в Библии не написано, что Иисус дал власть апостолам и все. И на этом закончилось. Нигде не написано. Более того, есть многие вещи в Писании, которые говорят о том, что действие силы Божьей после смерти апостолов не прекратилось. Аминь? Не прекратилось. Апостол Павел писал, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не меняется. Он точно такой же. Скажешь, ну он на небе. Ладно. Он не меняется, но он на небе. Но еще в Ветхом Завете Бог сказал про себя. Вы знаете, что Бог разные имена свои давал людям для того, чтобы они понимали, кто он такой. И вот одно из имен этих было «Я Господь Целитель Твой». Имя Бога, то есть Господь Целитель, имя Бога означает Его сущность. То есть Он по сути Целитель. Не просто иногда захотел и кому-то помочь, там смотрят «Ой, да вот помогу этому, остальные пускай как хотят». Нет. «Я Господь Целитель Твой». То есть по сути своей Бог Целитель. Он исцеляющий Бог. Он Бог любящий исцелять. Он Бог постоянно исцеляющий, все время исцеляющий, потому что это Его имя. Вы знаете, одно время в нашей церкви очень много говорилось про исцеление. Кто был в эти годы? Ну-ка покажитесь. Поднимите ручки, пожалуйста. Чего стесняетесь? Мы были все. Вот старожилы, это были все. И мы очень много про это говорили и возможно даже до какой-то крайности доводили эту тему. Но то, что мы доводили это до крайности, не означает то, что этого нет Писания, мы не должны на это обращать внимание. Конечно, мы сейчас должны правильно расставлять приоритеты. Что важнее? Познавать Бога или быть исцеленным? Вот начнем от таких глупых противопоставлений делать. Что важнее? Познавать Бога. Что важнее? Быть исцеленным или быть спасенным? Быть спасенным. И даже Иисус говорил, Иисус, который исцелял людей, говорил, лучше тебе хромому, кривому, косому, рябому, больному, любому войти в Божье Царство. Чем здоровенькому, целенькому, довольненькому пойти в преисподнюю. Понимаете? То есть, есть вопрос приоритетов. Лучше быть больным, но спасенным, чем здоровым и гибнущим человеком. То есть, конечно же, в проповеди Иисуса самое главное это то, чтобы человек пришел к Богу. Самое главное, чтобы он познавал Бога. Самое главное, чтобы он возрастал в Боге. Но и эта часть, о которой мы с вами говорим, она тоже важна. Она идет после этих важных вещей, но она тоже важна. И недаром в Библии много про это говорится. И вы знаете, когда церковь на протяжении истории своей стала отворачиваться от Священного Писания, погружаться в различные грехи, борьбу за власть и так далее, тогда церковь стала терять Божью силу. Этих проявлений, которые были поначалу, но повсеместно, их стало очень мало. И тогда те люди, которые, знаете, искренне искали Бога и начинали молиться за других людей, и происходили исцеления, как их стали называть? Святыми. То есть люди, которые молятся за других, стали особенными людьми, с которых можно потом портрет нарисовать, повесить на стеночку. И если он раньше мне помог, помог людям, каким-то и сейчас, может быть, он там, на небе, помолится за меня, и мне станет хорошо, и я исцелюсь. Люди стали обожествлять практически вот этих святых людей, которые молятся за больных. И это, конечно, неправильно, не соответствующее священному описанию. Когда апостол Павел исцелил там, хотели жертву ему принести, он говорит, не делайте этого, я такой же человек, как и все. Я не святее других, не лучше других. Не делайте этого. Богу поклоняйтесь. И вот, скажу вам, что Бог, Он восстанавливает в последнее время. И вот, вот это служение, которое было тогда в Новом Завете, Он восстанавливает. И начиная годов, наверное, с конца сороковых, да, это началось в начале вообще 20-го века, а в конце сороковых, 50-х сильное движение пошло. Исцеляющие евангелисты стали молиться, как раньше, массово за исцеление людей. И знаете, что стало происходить? Люди стали исцеляться. За людей стали молиться, и люди стали исцеляться. И много свидетельств, много книг, вы все это можете прочитать, все это можете найти. И, конечно же, вместе вот с таким ажиотажем, который возникает вокруг исцеления, это же чудесные вещи, это же будоражит воображение, будоражит эмоции. Посмотрите, там чудо совершилось, люди бегут посмотреть, где чудо, там чудо совершилось, люди, это в какой церкви там происходит, это какой евангелист там едет и всех исцеляет, и все носятся, бегают, ищут, давайте будем молиться. И знаете, и вот эти евангелисты, они ездили по своим странам, по разным странам, молились, исцеляли. И Писание нам говорит на самом деле, что не только апостолы могут исцелять, но и служители. Давайте прочитаем Якова, пятую главу. Послание Якова, пятая глава. Пятая глава, 14 стих. Боден ли кто из вас, пишет Аков, апостол, пусть призовет пресвитеров церкви, то есть служителей церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он садил грехи, простятся ему. И вот в церкви появились служители, которые поверили в исцеление, начали молиться за исцеление, и как и написано в послании Якова, люди стали исцеляться. И вы знаете, интересно то, что впоследствии, там, где вот такие чудеса начали происходить, некоторые церкви, они подумали, что они самые правильные. Было такое. Раз у нас происходят чудеса, значит, у нас правильное учение. Но самое интересное, что исцеления происходили в очень разных церквях с разными учениями. я имею в виду в деталях. Это были христианские церкви, но одни там одной деноминации принадлежали, другие другой деноминации. И там происходили одновременно вот эти вещи. И они говорили, это мы правильные, у нас Бог действует, сила Божия действует, мы самые правильные, идите все к нам. Другие говорили, нет, посмотрите, это у нас Бог действует, у нас Божия сила действует, у нас больные исцеляются, идите все к нам. Люди совершенно не понимали, то, что исцеление, которое происходит в церкви, никак не доказывает правильность их учения, а доказывает только лишь Божью милость. Почему Иисус исцелял? Чтобы всем доказать, что Он Мессия. Как вы думаете? Конечно, это было знаком, что Он Мессия. Но Иисус смотрел на человека и, сжалившись, исцелял его. Иногда даже говорил, смотри, никому не говори, иди тебе себе тихонечко домой. То есть, его целью не было доказать свою правоту. Бог совершает исцеление, потому что Он любит людей. И люди, которые верят в Него и обращаются к Нему за помощь, получают от Него то, что они просят. И я вам скажу, и даже не важно, в какой церкви или динаминации они находятся. Понимаете? Я вам скажу, я был крещен в православии, простите, и прям признаюсь, ничему там меня не научили, но я читал Новый Завет. Я читал Новый Завет, но не был возрожден, не знал Бога. И однажды я работал охранником в ночную смену, мне что-то стало дурно, а точнее плохо, вообще очень плохо, физически. Что-то меня там скрутило, перекрутило, и я лежу, не могу пошевелиться на своей раскладушке. Знаете, чем охранники занимаются поначалу? Они отдыхают, как и все люди. Ну так, одним глазом смотрят, другим отдыхают. И вот я там лежал на раскладушке, и меня вот скрутило просто. Я думаю, что же делать? Что же делать? Что бы вы делали в этот момент? Ты не можешь ни пошевелиться, ни помощи позвать, ничего. Я тогда стал делать то, что я мог. Я выучил до этого две молитвы. Одна из них, я выучил, потому что она самая короткая. Я вам скажу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва сама по себе неплохая, согласитесь. Ну я ее произносил, конечно, как заклинание какое-то. Ну вот так вот молился. Это была одна молитва. А вторая молитва я выучил на старославянском «Отче наш». Потому что говорили, знать как «Отче наш». Я думал, а я даже «Отче наш» не знаю. Значит, надо хотя бы его выучить, этот «Отче наш». Я выучил. «Отче наш» «Еже и си на небеси да святится, а не мое твое да придет». И вот так же я больной, скрученный вот этой болью, я эту молитву раз десять повторяю. Потому что не знаю, как молиться-то. Никто же мне не объяснял. И раз десять повторяю эту молитву. И знаете, вдруг там через несколько минут у меня так вот как будто надутый шарик, знаете, так проткнули, и он так и боль ушла, просто ушла. И я прекрасно понял в тот момент, что это не просто мне полегчало само собой, а это Бог меня услышал, когда я к Нему взывал. В какой я церкви был? Да ни в какой я церкви не был. Я вам так скажу. Я даже православным-то не был. Я был там крещен, но я православные хотя бы ходят на свои служения, правильно? Я не ходил на служение. Я был невозрожден. И Бог ко мне прикоснулся и меня исцелил. Я вам скажу, что Бог может прикоснуться в любой церкви, в любой динаминации, везде, где к Нему взывают люди и просят у Него о милости. Человек может прийти, молиться перед иконой и просить у Бога помощи, и получить исцеление. Многие протестанты так начинают нос воротить. Перед иконой молиться это идолопоконство и так далее, а он не знает, как молиться правильно. Никто его не научил. Он приходит к иконе и молится Богу и получает от Него помощь и исцеление. Так вот, дорогие, если происходят чудеса, это никак не доказывает, что мы суперправильные, что у нас все учение прямо точно-точно как надо учить, а вот у тех не так. У них же не происходит таких чудес. Это не доказывает. Это доказывает, что не мы правильные, а Иисус правильный, что Он Мессия исцеляющий. И это доказывает милость Божия. Бог любит нас. И я знаю, что таких свидетельств много, когда неверующие в трудной ситуации, безвыходной ситуации, когда никто не может помочь, начинают вопить к Богу и получают помощь от Бога. Некоторые потом задумываются, так, значит, мне как-то с Богом надо отношения установить. Начинают как-то искать Бога. Некоторые, ну, отмахиваются, говорят, ну, как-то само собой сложилось, повезло. Но на самом деле все люди знают, куда обращаться в случае чего. чувствуют интуитивно, своим сердцем. Так вот, и когда у нас есть основания для того, чтобы молиться, здесь мы с вами прочитали основания, болен ли кто из вас, пусть призовет служителей, помолятся за него, и что? Молитва веры исцелит больного. Вот что. Это слово, это обетование. Мы можем это делать, призывать служителей, молиться. Но вы знаете, что интересно? Конечно же, мы можем сказать, есть служители, это тоже особенные люди. Они же ближе к Богу, чем прочие. Они же пребывают в молитве день и ночь. В Слове Божьем день и ночь пребывают. Они пропитаны помазанием Божьим. И некоторые даже называют служителей помазанниками. Что никак не подтверждается Библией, потому что Библией помазанником называется Христос в Новом Завете. А до этого цари и священники и пророки. И все это во Христе. И вот помазанник, они на него смотрят, как на Христа. И вот если этот человек приедет к нам в город и прикоснется ко мне, тогда я верю. Сила Божья через него пронзит меня с головы до ног, и я буду полностью исцелен. И люди веру свою полагают уже не на Бога, а на какого-то служителя. И на самом деле Библия говорит, что есть некоторым даны дары. Дары для того, чтобы исцелять людей. Слушай, дары исцеления. Есть такое? Есть. В Библии сказано, есть. Дары исцеления для того, чтобы исцелять людей, служить им этим даром. Но вы знаете, что сказано дальше? Здесь же Вакова. 16 стих прочитаем. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. И здесь уже служители не фигурируют. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. И вот я, когда пришел в церковь, в нашу церковь, новая жизнь, я усвоил это учение сразу же, что Бог исцеляет и сейчас точно так же, как и тогда. Исцеляет не только через помазанников, но и через простых верующих. Я сразу же начал молиться за больных. И вот на домашней группе я, по-моему, был помощником или уже лидером домашней группы. Я не помню. Неважно. У нас там был брат один, у него была проблема такая, что он не мог стоять на месте. Он упал откуда-то с высоты, получил травму ног и у него болели ноги, и он мог только если стоять, то переминаться с ноги на ногу и то на носочках, на пятках не мог стоять. Я говорю, так брат, что, давай, Бог исцеляет, будем за тебя молиться. встал на колени, взялся за его пятки, начал молиться, провозглашать, исповедовать, ну, все делать, как нас учили. И знаете, что произошло? Прямо под моими руками, я, может, знаете, годы в церкви еще не был. Вот я об этом поэтому говорю. Прямо под моими руками кости у него хрустнули, вот там, прямо было слышно. И все. И он был исцелен. То есть, с тех пор он вообще не знал проблем со своими ногами. И это было чудо, которое произошло вот не только на моих глазах, а в моих руках. Произошло. Почему это? Что вот? Я особенный человек, я даже не служитель. Что такое? Я просто поверил в то, что я буду молиться, и Бог будет исцелять. И это произошло. После этого было очень много еще других исцелений. И я для себя понял одну вещь такую на всю жизнь, и от нее не отказываюсь, что каждый человек может молиться за исцеление. Не нужен помазанник, не нужен служитель, нужен только Бог. Вы не думайте, что Бог лучше через служителей исцеляет. Конечно же, есть дар, это дар для служения, но Бог исцеляет повсюду и всегда через тех, кто обращается к Нему. Каждый может молиться. Я знаю, что люди, когда мы молимся за других людей, у нас возникает сомнение такое. Вот я сейчас заявлю человеку, я помолюсь за тебя, Бог тебя исцелит. А если не исцелит? И ты как бы так в дураках остаешься. И люди из-за этого боятся, чтобы не опозориться. Не буду я молиться, лучше так скажу, ты помолись, может, Бог тебя исцелит. Но я вам скажу, не бойтесь этого. Когда вы поймете, что не человек целитель, не служитель целитель, не ты целитель, а Бог целитель, тогда эта проблема исчезает. Я вам признаюсь, первые люди, за кого молился, умерли. Умерли. Но я не горюю, знаете почему? Потому что оба они пришли к покаянию. За первым молился за цыгана старого, у него был рак. И я, знаете, как такой радикальный молодой христианин говорил, вот верь, сто процентов Бог исцелит тебя. потому что он исцеляет, есть обетование. Вот я вот так настраивал. Веришь, говорю, что Бог тебя исцелит? И этот цыган мне говорил, да, верю, верю. Пойдешь своими ногами, будешь здоровым. Я вот так вот говорил. И, конечно, я сказал, ну, тебе надо помолиться, обратиться к Богу. И когда он молился, я вам признаюсь, я до этого такого не испытывал никогда. Я вдруг ощутил такую любовь Божию в этот момент, когда он молился за покаяние, повторял молитву, что у меня просто слезы на глаза навернулись. Я говорю, Бог принимает этого старого цыгана и обнимает его своим духом. Обнимает. И я говорю, и я понял, я так не умею любить. Во мне нет такого сострадания, как у Бога. Нет такой глубины любви. Я просто сказал ему, Бог так вас любит, просто, просто вообще сильно. и потом мне говорят, он умер. Я думаю, да как же так? Я верил всем сердцем, я исповедовал, все делал, как нас учили, все правильно делал. Он должен был исцелиться, а он не исцелился. Как же так? Вот потом Дух Святой меня утешил. Он сказал, он сейчас со мной, с Богом. Я подумал, хорошо. Но почему не исцелился? Он должен был. и другая женщина тоже была больна в больнице, тоже за нее молился, и тоже она умерла, и тоже покаялась. И я вот увидел то, что планы, такие, знаете, четкие схемы в жизни не всегда работают. Я перестал говорить, сто процентов Бог исцелит тебя. А знаешь, как я стал говорить? Сто процентов Бог может исцелить тебя. я перестал брать на себя ответственность. Ответственность только на Боге. И ты, когда молишься, знай, Бог исцеляет. Ты Его просишь. И поэтому произойдет исцеление или нет, это в Его власти, не в твоей. Мы не знаем, почему происходит так или иначе. Мы не знаем. Но то, что у тебя когда-то не получается, не повод перестать молиться за больных. вот то же самое мы же проповедуем Евангелие людям. Все ли пришли в церковь? Все ли спаслись? Ну, далеко не все, согласитесь. Ну, что нам? Перестать свидетельствовать? Перестать проповедовать? Евангелие то же самое. Кто-то приходит и спасается, кто-то нет. Но мы все равно должны говорить людям. И мы даже с вами, вот я признаюсь, раньше я знал, почему они не спасаются, а теперь я даже до конца не знаю, почему кто-то спасается, а кто-то не спасается. Бог только это знает. Он просто неверующий, а вот другой просто неверующий принимает. Один хороший человек, думаешь, ну, это хороший человек, он точно покается, а он тверд в неверии в своем, а другой, думаешь, рукой машешь, ну, с этого толку не будет, так на всякий случай за свидетельствием. А он хватается за это слово и идет за Богом. Мы не знаем, почему это происходит. И с исцелением точно так же. Мы не знаем, какова причина. Раньше у нас был один ответ. Веры нет у тебя и все. Плохой ты, что не исцелился. Сейчас нет такого ответа однозначно. Потому что и бывают люди сильные в вере, уходят к Господу без исцеления. Мы не знаем, почему это происходит. но это не перечеркивает лично мою веру в исцеление и лично понимание обязанности каждого из нас молиться за больных. Когда человек нуждается. Это проявление нашего милосердия, нашего сострадания. И мы верим, что через это Божья милость будет проявлена и Божье сострадание. Я был знаком с евангелистами и сейчас знаком с мировыми евангелистами, которые ездят по всему миру. Уже там 60 стран, наверное, объездили и делают евангелизации, проповедуют. И люди у них исцеляются, и чудеса происходят. И когда я смотрел на них, думал, ну это какая-то в чем-то мне казалась манипуляция. Сейчас рассказывают разные истории, как люди исцелялись. Потом вызывают людей на сцену, которые рассказывают свои истории, как они исцелялись. И думаю, вот как-то вот накручивают, накручивают людей эмоционально. А потом я увидел просто, что это принцип свидетельства очень важный. Когда человек реально получает помощь от Бога и потом выходит и говорит об этом, у кого-то или у многих появляется вера, то, что этот обычный человек простой получил от Бога, и я могу получить. И вот свидетельство это очень важная часть. Не просто слово вот рассказать, а рассказать историю, как исцеление происходит. Я вам скажу, я об этом говорил, ну по-другому немножко, но об этом же говорил в своей церкви. Побуждая людей молиться друг за друга, молиться за исцеление. И буквально на следующую уже неделю я заболел. Знаете, бывают проверочки такие вот. Заболел, причем так серьезно, температура и явно вирусная инфекция. Очень, очень так, плохое самочувствие. И что я? Жене говорю, она слушала мою проповедь, жене, вот хорошо, когда я и жена рядышком. Говорю, давай, говорю, молись за меня. Она говорит, ну ладно, помолюсь за тебя. Стесняется, думает, ты пастор, вот ты молись, да? А я как бы не пастор. Я говорю, давай молись за меня. Она за меня возложила руки, помолилась за меня, а мне на следующий день надо было идти, важное было мероприятие. Обязательно мне надо там быть. И связано с детьми мероприятиями. Надо было быть среди детей, представляете? С инфекцией, среди детей. Я думаю, как я пойду вообще? А отменить никак нельзя. И вот она за меня помолилась. На следующее утро никакой температуры. И больше не возвращался. Я знаю, когда вот это начинается, это дня на три как минимум, обычно дней на пять. Потому что, когда у меня такое начиналось, обычно дней на пять ты выпадаешь вообще. Потом еще восстанавливаешься. И вот эти же симптомы на следующий день полностью все прошли. я думаю, проповедь помогла. Ну, так или нет? Проповедь помогла. Я в этом уверен. Потому что, о чем ты говоришь, то люди и практикуют в своей жизни. Пасторы это знают. Если в церкви чего-то не хватает, надо об этом говорить и проповедовать. Если церковь что-то уклоняется, не туда, надо говорить, и церковь будет меняться. И вот, я знал, надо, чтобы люди молились за исцеление, чтобы исцеление происходило. Надо говорить об этом. И исцеление будет происходить. Знаешь, некоторые говорят, что это у нас мало, так это чудес происходит. А ты молишься за чудеса? Нет, я жду, что они сами на меня свалятся. Жди. А где чудеса? А где знамения? Молись. Вот представьте себе. Если люди в церкви начнут молиться за исцеление друг друга, что будет происходить? Будут происходить исцеления. Я в этом уверен. Это точно знаю. И вот этой проповедью сегодня я хочу ободрить вас не бояться, а молиться друг за друга. Молиться друг за друга. Да, есть дар исцеления. Это для массовых служений. но есть вера, которая дается каждому. И вот здесь, в котором мы читали, молитва веры исцелит болящего. Вера дается каждому. Верь, что Бог целитель. Верь, что Он не изменился. Верь, что Он исцеляет и сейчас. Верь, что Христос в нас. И Он хочет это делать. Негативные примеры не должны нас останавливать. Если ты молился, не произошло исцеление, не значит, что надо перестать молиться. Вы знаете, как часто бывало, молишься за человека и думаешь, ну вот, должен был исцелиться, а не происходит ничего. Проходит неделя, другая, и потом Он свидетельствует, помните, вы за Меня молились? У Меня все прошло. Бывает, это время проходит какое-то. Бывает, нужно несколько молитв, много молитв произносить. По-разному это происходит. Я хочу ободрить вас. продолжайте молиться. Илья, можно попросить тебя на себя? Продолжайте молиться. Не останавливайтесь, не разочаровывайтесь, не переставайте этого делать. Вы знаете, я верю, что в последнее время чудеса будут происходить не на стадионах, не на массовых мероприятиях, которые проводят помазанники, а на домашних группах, среди верующих, которые верят во всемогущего Бога и действуют соответственно на этой вере. Я знаю, что, говоря, то, что касается Писания, есть много важных учений и важных вещей. Но когда ты болен, какая для тебя самая важная вещь? Правда ведь? Получить помощь? Когда я с этим гриппом или что-то у меня у РЗ лежал в кроватке, у меня даже желания и сил молиться не было. Знаете, когда вот такое состояние? Тебе ничего не нужно, только помогите мне кто-нибудь. Помогите мне кто-нибудь. Слава Богу, есть врачи, которые помогают, спасают и так далее. Но не забывайте, что у нас есть самый главный врач. Вы знаете, что Иисуса называли врачом? И он не теоретический врач, не просто название у него такое, не просто целитель он. Он целитель сейчас. Вот прямо сейчас, вот прямо на этом месте Господь целитель наш. Аминь. И я верю, что он может исцелить любую болезнь. Любую болезнь. И вы знаете, ободритесь, не опускайте руки. Два раза не получилось, три раза не получилось. Не опускайте руки. Продолжайте бороться. Продолжайте. если вы боретесь со своей болезнью, не сдавайтесь, не смиряйтесь, боритесь. Бог любит вас. Аминь. Он делает чудеса не для того, чтобы явить свою славу. Он не является своей славой, но чудеса он делает, чтобы помочь каждому из нас. Он сострадает, сопереживает, любит каждого из нас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...